И Эмпайр против Каипи Смотрим, вчера особых проблем у Эмпайр не было Скандал! Ой-ой-ой, скандал на пике Вигас, Сайлент, Блоу Йо Брейн и Фри Виннер Ну, Фри Виннер, это, скорее всего, габлак Интересно, с каких пор у Эмпайр скандал на пике? Вот на что не обратил вчера внимания, так это на то, кто действительно у них пикает Посмотрим Ну и Зизоу, Арис, Пайлайдай, Боун и Этернал Энви Основной состав команды Каипи Три Румына, Швед, по-моему, и Канадец Вот такой вот состав интернациональный Вчера им не удалось добиться успеха, посмотрим, что будет сегодня Вообще, конечно, вот эти вот метания по поводу того, кто на пике, они, конечно, мне не нравятся Ну, то есть, из последнего, за все последнее время я помню только один случай, который вроде как пошел на пользу команде, когда она вот так вот сменила пикера Это Virtus.pro, когда поменяли пик C на пик NS Но при этом я даже не могу сказать Что здесь все, знаете, так было просто Как бы польза была, но она определенного характера, скажем так Посмотрим, что будет здесь Скандал и Никс, ой, скандал Никс и Дарксир в бане Висп в бане от Каипи Мне вчера в личку плохую картинку скинул Не помню В конкурсы мути Нет, конкурсов не будет Взбодрись Да, в принципе, максимально бодрый На этот раз, в отличие от вчерашнего дня, полностью выспавшийся Готовый ко всему вообще Но, вот реально, у меня сейчас Я никогда не являлся ярым таким фанатом прямо Empire По понятным причинам Потому что вот это Derby Но у меня вот просто реально нет выхода Потому что если не болеть за Empire А за кого мне тут еще болеть, извините? Может за Dignitas или за Team Liquid Который мне как вообще не пришей Рукав Все, что остается, это болеть за Империю И что самое сложное Писал уже вчера об этом в Твиттере Самое сложное будет Достримить эту чертову квалификацию до конца без Virtus.pro Прям с самого начала Все, их нету И сидеть и мусолить эту мысль в голове Периодически Lifestiller от Empire Посмотрим на их Lifestiller Кстати говоря, Lifestiller Virtus.pro вчера Забавное в чате Сообщение выловил А когда Virtus.pro с Lifestiller побеждали Действительно, я даже не смог вспомнить Когда они с ним побеждали Что-то с Lifestiller Какие-то вообще дела очень плохие Хотя это их герой всегда был Ну вот У Empire с Lifestiller Вроде как гораздо интереснее Вчера Блава играл через Даггер И арчит на Lifestiller Очень интересный билд Но у Бэтрайдер был забанен к Аипе Ну и сейчас посмотрим Да, это Магнус Что против Lifestiller Отличным решением является Как мне кажется Нави Ну, Нави, понимаете За Нави здесь сложнее все Потому что В Нави нет ни одного Российского игрока Эстония Украина, Украина, Украина Германия При всем уважении Все-таки Мне за Империю Это непросто Было заставить себя болеть Но за Нави будет еще сложнее Ну, в принципе, да Если Empire сейчас проиграют Останется только за Нави Топить А все потому что Но они могут тоже Мне существенно облегчить задачу И тоже вылететь Быстренько из турнира Тогда мне вообще Можно будет просто Покупать сразу Второй монитор Включать на нем Какой-нибудь, я не знаю Сериал И комментировать Доту Смотря в то, что происходит Бэйн, Магнус, Коттл Мне очень нравится Пик Каипи пока что Пик Empire тоже В принципе неплох Но Как-то вот они И Бэйна отдали И Магнуса с Котлом Против кого Магнус Это не отличное решение Против Тинкера И Клокверка, наверное Но у Клокверка вряд ли Ферст Пиком бы забрали Но бывают такие случаи У Тинкера бывает Ну тяжело ему Против Тинкера Да и против Клокверка Тоже ему непросто Фантом Лансер Гирокоптер От Эмпайр Да, Гира конечно Разбивает нормально Лайфстиллера При определенных Обстоятельствах Но В частности При наличии Магнуса Очень неплохо Я знаете чего Вот больше всего Я хочу Мне уже все равно Как эта квалификация Во многом все равно Как эта квалификация Закончится Но больше всего Я боюсь Что Опять у нас будет Повторение Вчерашнего дня И будет этот Бешеный ДДОС Не то что Мне там будет Тяжело на это смотреть На это будет всем Тяжело смотреть Но это просто Мне бы очень хотелось верить Что у Юнессов Вчера просто упал интернет И у Иллидана тоже А уж там Американцев Кто-то подэдосил Но с этим он закончит В ближайшее время Потому что Это реально Какая-то Ненужная тема Доти Совершенно Передай спасибо ВП с десятых Вчерашних рарок Это непонятно Какой ДДОС Ну какой ДДОС Какой ДДОС Позавчера Игроки команды Дигнитос Были во время матча Задэдошены Насколько я понимаю Не смогли нормально играть Вчера такая же участь Постигла команду Evil Genius У них БДИС и Майлк Не могли даже в ДОТ войти Воят последний бан Эмпайр Клокверк И Ну вот видите Клокверка банят Но Тинкером Эмпайр я не думаю Что сыграют Поэтому его можно Оставить вне бана Ну и Мишку подбанили Ну и вчера Как бы очень странные вещи Произошли У Иллидана нет И у него с интернетом Все норм вроде как А у Инесса На время игры Он отключился Он поехал в клуб Причем ему в технической поддержке Ничего не смогли сказать Толком Он поехал в клуб Приехал Ему обещали там Что приедет мастер Но мастер не потребовался Потому что как только игра Закончилась Интернет магическим образом Заработал Лина Ластбан Ну ЕГЭ Может быть никто и не любит А Дигнетос Тут при чем Ну и Я не знаю Насколько нужно Не любить ЕГЭ Не на самом деле Человеку Который вчера Задодосил ЕГЭ Если он не любит Это ЕГЭ Это просто был глупейший поступок Он тупой как пробка Вот не побоюсь этого слова Потому что ЕГЭ Вчера проиграли бы 2-0 И без его помощи Но сейчас Он выставляет их Какими-то мучениками И сейчас Им хочется скорее посочувствовать Чем сказать Что да Ребята там Не готовы Но они вчера бы и так проиграли Ну вы все видели Своими глазами А Эл играли лучше Может меня после этих слов Он тоже задодосил Баунти Хантер Четвертый пик Эмпайр Вот мне непонятно Как такой глупый человек Мог Додуматься До того Чтобы это сделать 10 секунд Ремейнин 5 секунд Ремейнин Резерв тайм Антимаг Антимаг От Каэпи Кстати тоже Неплох Против Дайя Дайя Тим Пик И у Каэпи Ласт пик 5 секунд Ремейнин И это Джиггернаут Офигеть Антимаг И Джиггернаут Ну на самом деле Уже ничего Не удивляет Меня в этом пике Ну в пике Джиггернаута Рядом с еще Каким-то кэри Мы видим От Империи Комбинацию Героев Шадоу Демон Или Шаг Возможно В начале игры Они пойдут Куда-то Паромят Вчера Очень неплохо Им это удавалось Скандал Играет На Баунти Хантере Вигас На Паке Балавана Лайфстилери Ну здесь Все в общем-то Понятно Блэк Стайл Говорят Ну Ну что Шарис Будет играть На Магнусе Против Вигаса На Паке Баунти Хантер Пошел у нас На Харт Пропулил Его Гавлак Энви На Антимаги Ну так вот Энви Переквалифицировался У нас С роли Терпила Вечного В роль Главного Фармила И Джиггернаут Бэйн Плюс Коттл Будет Трипла Судя по всему Даже не Трипла А Квадролайн Потому что Здесь еще и Курьер Висит Не совсем понимаю Какую роль Он тут Играет Забанить Крипов На этой точке Или что Или какую-то Разведку Дать Но у него Очень маленький Вижен Насколько я понимаю Надо посмотреть Кстати что он Видит Вообще Но он никого Даже не увидел На самом деле Курьер Ну в принципе Не важно Какой-то Стан интересный Был от Лишака Срубил он Ёлки Кура Продолжает Здесь висеть Причем Причем сразу Загрейженная Нет Я реально Не понимаю В чем Это смысл Вообще Так Одну секунду Ребят О боже С утра Пораньше Какие-то Секунду Ребят Мне придется Вас на несколько Секунд Буквально что-то Ребят 就 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Причем все это сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И всю инициативу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Если ужели Шак с Айлентом Прикупили себе по сапогу Ну и Пак Кажется Пак сейчас будет врываться Привязывает Бэйна Бэйн в сон Будет его Ой-ой-ой Как больно Лайфстиллеру Лайфстиллера минусуют Шадоу Демоны сейчас тоже будут большие проблемы Ставится Хеленвард, нужно его сбить Обязательно Не, может его сбить, Шадоу Демон умирает Стики, реверс полярити Ну что, выживет пак или нет? Есть ли у него что-нибудь? Есть бутылка, есть стики Да, выживает пак Получилось у нас два в один Лишак и Убил Боина После чего Лайфстилер, Шадоу Демон Ушли в таверну, ну не очень хорошая Ситуация для команды Эмпайр, вроде бы классно они напали Хотя не так уж и классно В общем-то пак мог получше сыграть здесь 38 крипов антимаг Опять он начинает от баунти отрываться Но от баунти возвращается, я так понимаю, с фонтана С полной маной, ну и конечно С третьим критом здесь антимагу очень тяжело С ним меняться по хп, потому что атака Уже очень большая, более того У скандала фейзы Фейзы и крит это очень жестко Третий, плюс еще он наносит Из инвиза бонусный урон Вот фейзы, при том только сейчас Купил И демаг действительно стал суровый И антимаг здесь осторожничает Что у нас у джиггернаута, посмотрим 18 крипов, лайфстилер имеет 21 крипа, что в принципе Тоже неплохо, ну и вот будут Нападать на антимага Убить антимага можно Солкетчер и Дисрапшн Попасть станом только нужно Не попадает станом Слишком поздно Обычно Лишак слишком рано кидает Стан, когда не попадает, но вот здесь Та ситуация, когда слишком поздно был этот стан Откинут И пак уже Пак привязывает антимага Солкетчер Крит Молнии Все-таки вчетвером заковыряли А не Аэма Тем временем Каипи начинают Снизу подпушивать Абсолютно никуда не торопится Антимаг Но я так понимаю Будет у нас Размен по вышкам 4-3 в пользу Эмпайр Хорошая у них ситуация Антимага Разок убили Снизу Не так уж плохо У них все было На этой трипле Летит пак У паку ульта нету Да, задефили еще и Снизу вышечку Скандал Вот кстати Кому нужно реализовывать Свой потенциал Потому что есть уже трек И по трекам Конечно И сейчас посыпятся киллы Это будет очень хорошо Это будет очень много денег Прежде всего Габлак Приходит на мид К Магнусу Ну и возвращается сюда Уже Вигас У Магнуса 600 монет Арканцы Мэджик Ван Бутылка Хороший фарм Для 10-й минуты Более того 800 монет сверху В общем-то может быть Очень быстрый даггер Антимаг Остается сверху И пока что он на фрифарме Но нужно быть ему Очень осторожным Шадоу Демон Ставит очень неудачный Вард Который тут же Сейчас собьют Ой-ой-ой-ой Как жестко У меня слэш И умирает Лайфстиллер Как-то очень быстро Джаггернаут Дошел до шестого Поджимает Зизу Иллюзиями Очень неплохо Не убивают Под треком Да, мне сначала показалось, что сам помешал Джиггернаут пройти бойну, но оказалось, что его там иллюзии зажали. У Джиггернаута у нас есть фейзы, и поэтому ему это, в общем-то, не помеха. Магнус забирает инвиз, у пака мы видим уже даггер. Но вот Вигас очень правильную вещь, на мой взгляд, делает. Вот этот даггер до ПТ-шки, это реально очень важный артефакт паку. И, возможно, как бы Трайдеру, здесь нужно стараться его именно зарашить, как можно быстрее купить, а уже потом думать о всяких там более интересных артефактах. Ну и Магнус 800, монет у него есть. Вниз летит Баунтик Хантер. Ну и просто заберут эту вышку. Да, забирают вышку. Тем временем подтягиваются в смоках имперцы. Магнус под инвизом, 1300 монет. До даггера еще далеко, вот пака есть даггер, и пак может очень классно ворваться. Напали, стан, не попадает в Байна, какая ошибка, Магнус влетает. Минусует котл лишака, реверс полярити в скандала. Волна мимо какая-то вообще непонятная. Хиллен Вард сбивают, антимаг уже здесь. Ну и нужно отступать. Джиггернауту на один удар буквально остается хп. И сейчас его, скорее всего, будет пытаться вырезать. Нет, Джиггернаут очень грамотно уходит. Баунти Хантер забирает стосик котла. Хорошо очень здесь прочувствовали ситуацию имперцы, остались. У Баунти очень жесткий урон, и даже вот такого фулл хп героя, ну если это котел, конечно, он может достаточно легко вырезать. Тем временем антимаг, ПТшка, кольцо. И 14 крипа на 12 минуте. Ну что сказать, не Блэк. Далеко не Блэк. И здесь даже еще Батлфури не пахнет. Хотя Блэк вчера, мы помним, начинал с Манты, а не с Батлфури. Ой, какой Сайленс хороший в Энви. И Энви умирает. Магнус закатывается, отвозит только лишь иллюзии. Очень большие проблемы на самом деле сейчас у Джиггернаута иллюминейт. У меня слэш. Какой неудачный шифт от Пака. Пак все-таки уходит. Лишак добивает Джиггернаута молниями. Лайфстиллер наносит последний удар. Крейдж. Как жестко танкует Лайфстиллер. Отличный инфест. Два героя под треком. Сейчас нужно их забирать. Первого забирают и второго тоже. Сколько золота получает Эмпайр? 12-6 они ведут. Сейчас графики просто взлетели наверняка вверх. Практически каждого героя, которого они здесь убили, успел кинуть скандал трек. И вышка. Да, очень, очень хорошо. Сыграли. Забавная, кстати, история. Совсем недавно на стриме у меня... По-моему, НС говорил, что они обсуждали антимага и решили, что антимагам можно играть, но только нужно играть через манту. То есть собирать какие-нибудь ему барабаны там и выходить как можно быстрее в манту. Не скажу, что Блэк сыграл так же вчера против самих ВП. Он не собирал никакие ни барабаны, ничего. Он сразу тупо рашил манту. И уже после манты собирал Батлфури. Действительно, кстати, получилось интересно. Потому что антимаг с мантой, ну, он очень сильный. У него очень много урона получается за счет вот этой пассивки своей. Манобрейк. Ой, боже, что с Габлаком произошло? Я даже не хочу знать. 36 хп. Он идет на базу. Но ситуация, конечно, у Эмпайр шикарная. 4000 золота они повели, 3000 опыта. Все по накатанной идет. 63 крипа у Магнуса, 63 крипа у антимага. Для 14 минуты это не так уж и много. Я бы сказал, совсем немного. Ну, а вот Вигас. Вигас, который начал с Даггера, он уже покупает себе ПТ. Действительно, Даггер, конечно, полностью окупился. 2.05 у соло-мидера команды Эмпайр. Счет просто отличный. Котлу пока приходится очень тяжело. Ну и Бейну еще тяжелее. У него даже сапога нет до сих пор. Ну и вот одна из очередных атак Эмпайр. Лайфстилер садится в пака. Скандал на баунте. Все очень быстрое. Все идет убивать. Чувствует такое ощущение, что Каипи уходит спокойненько. Отсиживаться за вышками. Да, ну атака очень мощная у команды Эмпайр. Просто залетает один герой. Под названием ПАК. Если он хороший проказ дает, там уже драка практически выиграна. Все под Сайленсом, все под этим тизером. Никуда не может убежать. Под Дрим Койлом я, конечно же, имею ввиду. Магнус. Магнус. Четыре монеты остаются ему до Даггера. Все. Купил, понес. Девятый левел. Ну и сейчас все в руках Магнуса. Вчера мы уже видели, насколько силен этот герой при грамотном использовании. Тем временем, Бон на Джиггернауте успел очень неплохо пройтись по нижней линии. Достаточно хорошо ее запушил. Блава улетает наверх. Там еще вышка, которую нужно сейвить. И в очень опасной ситуации находятся антимаг и Джиггернаут. Так, ну Джаггер, кажется, умер. Джиггернаут умирает. Баунти Хантер мега килл. Действительно, очень неплохо выглядит скандал. В роли плеймейкера своей команды такой выступает. Я бы даже сказал, побольше плеймейкера, чем Пак. Все сейчас подсветил. Ну а Джиггернаут очень неправильно сыграл. Должен был он понимать, что ушли куда-то к нему игроки команды Эмпайр. При этом знают, что у Баунти Хантера есть инвиз. А у Бака Даггера и своего вижена, кстати, практически не имели никакого. Вот сейчас поставили сюда на линию вардец. Даже не сейчас поставили. Он здесь достаточно давно стоит. Но этот вард как бы ничего не дает с точки зрения обзора. В то время как видят сейчас антимагу, у которого есть Персиверанс за счет вот этого варда. Но они видят Магнуса, Байна и Котла, которые в смоках здесь находятся. Кстати, те могут поймать Лайфстиллера. А вот и Лайфстиллер. Отличный финсгрип. Да. Два ульта просадили на Лайфстиллера. Но немножко неправильно сыграл Магнус. Он мог и не тратить свой ультимейт. Дело в том, что Лайфстиллер, можно было обратить внимание, Лайфстиллер нажал рейдж до того, как Бейн успел в него заультить. И под рейджом, естественно, не проходит магический демаг и урон только с руки. Но магический демаг проходит сразу после. И более того, сразу после Лайфстиллеру некуда было бы деваться. Совершенно зря потратил реверс полярити. Ну да ладно. Не, ну вообще не да ладно. Вообще, а чем сейчас-то отбиваться? Вот ты потратил реверс полярити в никуда. И теперь у тебя 78 секунд кулдаун еще. А здесь уже пушат. Но благо есть котел и вышку. Вот это очень легко дефить. Хорошо, кстати, что ее оставили. Реально приятно дефить. А Бак с Лайфстиллером будут сейчас мстить. Ну что, посмотрим на антимага. Нет, антимаг все понимает, все знает. Молодец. Да, динают вышку. Очень здорово, Вигас. Тем временем, находит магнуса. Но здесь только два саппорта. Они, хотя знаете... Нет, ну что-то у габлака очень не то. Со станами еще и убивают сейчас магнуса-то. Хорош. Нет, молодцы, молодцы. Имперс, Омни Слэш хороший входит. Но Лишака уже купил гост-кипетр. Зачем ты в него ушел? Чудом, чудом спасается Сайланд. Короче, габлак сделал очень странную вещь. Он, с одной стороны, сыграл вроде как неплохо. Он купил гост-кипетр, чтобы в него не ультил Джаггернаут. Но он съел полную ульту. Слопал вот эти три удара. После чего ушел в гост. И его просто с Блэйд Фьюри разорвало. Который наносит магический демаг. Ну да ладно. Но вообще сам факт того, что вот так вот Магнуса просто убивают Лишрак и Шадоу Демон. Это очень хорошо для Эмпайр. Значит у них уже большой левел. Еще бы станом попал габлак, было бы вообще замечательно. Со станами какие-то у габлака явные проблемы. Тем временем Баттл Фури все-таки покупает себе АЭ. Ну и сейчас у него все очень-очень хорошо уже. Получает Эмпауэр. Ну хотя нет, ничего у него нехорошо. У него только Баттл Фури. Ему еще фармить, фармить и фармить. Мы видим, что отставание вот это в 4000 очень здорово отыграли. По золоту. Браво. Попадает в котла, но к сожалению это иллюзия. Единственный стан, которым попал габлак и вот такая вот незадача. Две тысячи есть у скандала. Кстати говоря, как-то не все так здорово. У него докупил себе барабаны. Я же думал, там богач Баунти Хантер покупает себе какой-нибудь Владимир уже. Или БКБ даже собирает. Но видимо дело в том, что все-таки первый был у него трек. Конечно, если был пораньше второй трек, было бы все гораздо веселее. Но всего 20 минуты игры идет. И в общем-то ожидать того, что там будет уже второй трек. Очень тяжело. Каэпи выравнивают игру, между прочим. Отставание у них минимальное. Но Эмпайр... По-моему, все драки практически выиграли. За исключением одной наверху. Где смогли их перевернуть. Антимаг. Запрыгивает на него. Хиленвард. Отличный! Реверс полярити великолепное! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда уходит Пак? Да, Пак ушел. Очень здорово сейчас поймали. Вот единственный момент, когда вроде бы поймали Энви. Вроде бы он был один. Но были рядом тиммейты. Замечательный. И Хиленвард от Джиггернаута был поставлен. Ну и Магнус. Магнус делал, конечно, очень много. В итоге лишаются лайфстиллера. Пак уходит. Здесь, конечно, Магнус делал все правильно. Здесь нужно было ультить и как можно раньше, чтобы антимаг ни в коем случае не умирал. Антимаг получает еще время. Что самое главное, вот после этого размена нет ульта Пак, лайфстиллер минус. И он получает такую инициативу. Вот его бы сейчас пойти и наказать. Но нечем. Шадоу Демон с Лишрахом в принципе могут. Но он уже достаточно прочный. У него 1000 хп. Даже больше, если он переключит на силу себе ПТшечку. И есть уже Яша, я так понимаю. Да, есть уже Яша. Вообще в опасной ситуации находится Эмпайр. Потому что антимаг Джиггернаут это не те герои, которые боятся лайфстиллера. Ну, понятное дело, что лайфстиллер, он по-любому сильный герой. И он может и того, и другого в принципе убить. Но у Джиггернаута скиллы очень жестко его контрят. В частности, Омнислэш. Лайфстиллеру очень тяжело драться с героем, которого просто нету на карте. Который просто скачет по вражеским героям и юнитам и наносит много урона. При этом самого его даже не ударить. Более того, оба героя-агильщики имеют, скажем так, если делать какой-то такой баланс между броней и количеством хп, то и Джиггернаута, и антимаг, само собой, имеют перевес в сторону брони. Так как агильщики. И хп у них не так много. Ну, особенно вот этот парень, у которого вообще хп нет. Фактически бонусного. Он там купил себе барабаны. У него неплохое количество хп, но он ничего на него не собирал. У антимага еще меньше хитпоинтов. Ну, уже скорость атаки очень приличная с этой Яшей. Кстати, о лайфстиллерах. Вот и он. Уже очень свободно чувствует себя антимаг. Ну и смотрим на Вигаса. Ой, Вигасу, конечно, очень больно. Да, сложно здесь сказать, что он ошибся или нет. Сейчас мы узнаем, ошибся он или нет. Стоит вард, который мог видеть бы команду Каипи, но они, по-моему, были в смоках. Вот в чем дело. Да, поэтому Вигас был настолько уверен в себе, потому что, ну, как бы, если меня пойдут гангать, то я все вижу. Ну, был смок. И 14-10. Байбэк от Вигаса, понимая, что ни в коем случае нельзя отдавать этого Рошана. Ну, а на Рошана, в общем-то, и никто и не собирался. Они просто сделали попытку зайти. Им этого сделать не дали. Ну, они и не пошли. Ставится вард очень классный, оборонительный. Посмотреть, здесь ли есть варда или нет. Вот если на этой точке нету варда, то вся вот эта зона, фактически, она свободная. Ну, вот так вот. Потому что здесь еще может быть вард. Ну, вот за счет этой вышки. Вообще, конечно, сохранить вот эту тир-1 вышку, это дорогого стоит. Вот сохранить вот эту тир-1 вышку, это, в принципе, не так важно. Все равно здесь можно найти место, где напасть. Здесь напасть очень тяжело. Ну, посмотрите, просто узкий проход. Можно, кстати, фортификейшн. Не юзануть. Баунти Хантер уходит. Ну, его не затпшите обратно. Лайфстиллер. Успевает включить рейдж. Но это вообще ему ни разу не в плюс. Он не слэш. Успевает залезть в крипа. Но хп у него практически нету. И нету рейджа. Я так понимаю, маны вообще на нуле у лайфстиллера. Сейчас мы посмотрим. Нет, не на нуле, 300 маны. Не все ему успел выключить бейн. У пака есть раскаст. А, нету раскаст. Он разультился где-то там. Да, ну здесь каипи даже не пытаются напасть. Баунти Хантер снизу подденаял вышку. Каипи, несмотря на то, что у них ситуация неплохая, они не пытаются напасть. Потому что и баунти уже здесь, и зачем им рисковать. У них сейчас все в своих руках. Им просто можно дейвить эту вышку. Дейвить ее очень долго. Более того, здесь антимаг еще успевает подфармить эншентов немного. Есть у него манта уже. Ставится хиленвар, чтобы отхилить этого антимага. У Магнуса готова ульта. У Бейна, естественно, ульты не будет. 40 секунд. Он только что ее завязал. Гем есть у Сайлента. Сайлент все просветил. Все посмотрел. Вот здесь, конечно, баунти сейчас может встрять. Видит его. Ну, гем. Ой-ой-ой, как Магнус прокатился. Джиггернаут. Лейд Фьюри. Станом попадают. Просто разорвали сейчас Бейна. Магнус пытается разультиться. Вот это ульт. Да, конечно, Араис сделал что-то непонятное. Антимаг, ульта в Лешакале. Шрак, Стан кидает непонятно куда. Молнии неплохие от Лешака. Здесь же котл. Ульта от пака откатила. Хорошо, минусует Джиггернаута. Ну и вышку должны минусануть. 3 в 0, размен. Ну и говорить даже не о чем, почему так произошло. Как бы если такие ульты за Магнуса выдавать, так все и будет. Что-то целился, целился, целился. В итоге лучший вариант. Мог застанить одного баунти. Мог застанить одного лайфстиллера. Мог застанить баунти и лайфстиллера. В итоге, просто в молоко. У Байна есть ульта. Можно напасть. Что и делают. Ну и лайфстиллера теряют сейчас. Джиггернаут, правда, байбэкнулся. Уходит пак на ТП. Баунти Хантер в инвизи отступает. Есть у него уже Владимир. Ну вот, появился второй трек. Что это значит? Значит, деньги начали прилипать к баунти очень и очень быстро. Вставится Сентряк. Что у нас у пака? 26 секунд. Да, вообще у пака еще достаточно долго не будет ульта. Ой-ой-ой, как Сайлент. Прячет себя. Но ему здесь не помочь, конечно. Очень неосторожно сыграл сейчас Айрат. Ну и забирают Рошану. Да, у антимага появляется манта, батлфури, ПТ. Такой самый минимальный закуп, который только может быть у антимага. Необходимо ему для того, чтобы быть хотя бы сколько-нибудь сильным героем. Ну, у Магнуса уже потихонечку подходит все дело до БКБшки. Мека, гем есть у котла. Гем, кстати, был у Сайлента. Да, вдвойне плохо он сыграл. Он мало того, что умер перед важнейшей дракой, которая в итоге не состоялась из-за того, что он умер, он еще и потерял гем. Зизу вообще, конечно, катастрофически ужасная у него ситуация, но при этом его команда чувствует себя неплохо. Ну и крипстаты на ваших экранах, Eternal Envy. 220 крипов, в то время как у Блавы 110. 13 тысяч антимаг, 10 тысяч Баунти Хантер. Ну вот Баунти Хантер, конечно, способен. Если будут какие-то размены частые, и будет успевать он кидать трек. Тем более, до сих пор ни разу Скандал не умер. По-моему, единственный герой на карте, да. Который продолжает тащить. Я бы даже сказал, единственный герой у Эмпайр, который продолжает стабильно тащить. Лайфстиллер, барабаны, фейзы и армлет. Я вот никогда не понимал смысл двух фейзов в команде. Ну, на такой ранней стадии. Вышку снимают крипы, не смогли ее заденать каким-то образом к Айпи. Ну и в Смоках попытка загангать от Эмпайр очень важная. Сейчас бы гонгануть, выбить хотя бы Аегис, было бы очень неплохо. Но вообще лучше начать с какого-нибудь не-антимага, скажем так. Да, видит Аэма. Но нападать-то нельзя на него. Нельзя на него нападать. У него Аегис, какой реверс полярити! До свидания. Сейчас ульта от антимага и просто ГГ. Пак выживает. Минус пак. Лайфстиллер получает жесткий у меня слэш. Скандал убегает, очень правильно выбирает направление. Ну и 4 в 0. Ох уж эти магнусы! Ох уж эти магнусы! Да это ГГ, ребят. Ну нельзя было нападать на антимага. Даже если бы они его убили, у него Аегис. Ну нельзя нападать на героя с Аегисом вот здесь вот. Я понимаю, вы бы тут его нашли, вы бы его убили и еще оставили потом бы... Ну может быть убили и второй раз, а может быть просто отступили. Дезолятор покупает баунти. Но это такой своеобразный риск. У меня не будет БКБ, но зато я буду больше наносить урона. Ну и конечно полностью вообще исправился Арай за свою ульту. Прошлую. Арис, не знаю как правильно. Шикарный, просто шикарнейший ультимейт. Посмотрим. Я даже не знаю, правильно скандал поступает с этим Дезолятором. Ну, ему, знаете, так вот бегать одному и кого-то резать. Ну понимаете, Джиггернаут с Котлом и Бэйном все время бегают. Они насыпать вдвоем могут очень-очень серьезно. Втроем точнее. Антимага попробую бей даже с Дезолятором. Магнуса тоже очень тяжело. Тем более с Хастой в бутылке. Это как бы что-то из разряда. ПТ-шку покупает себе Бэйн. Уже все у него совсем хорошо становится. Учитывая его начало. Я скажу так. Блэк Кинг Бар баунти нужен, если он собирается драться в 5 на 5. Ну а что в принципе? Зачем ему реально Блэк Кинг Бар, когда драк 5 на 5 нету? Когда просто вот такие происходят. Очень быстрые размены. Может быть и верно. Но сейчас факт остается фактом, что скандал в драке вообще не может драться. Ему нужно как-то нереально будет выбирать моменты. Что-то из разряда жонглирования там 50-ю зажженными цистернами с бензином. Канистрами. О, еще и Куру теряют. А в Куре что-нибудь было у нас? Нет, фигня. Пурман Шилд. Все равно неприятно. В принципе можно, но это очень сложно. Антимаг вообще ничего не боится. Но у него Аегис. Вот о чем и речь. Что вот он может себе такую наглость позволять. Просто бегать. ВКБ. АМ. Ой, как поймали паков. Отличную позицию выбирает Бэйн. Лишрак Форстаф уходит. Ну неплохо. Два БКБ прожали. Ну в принципе убили. Вигас. Хотя Вигас-то Бэйбэк. Какой ульт от Вигаса. Сейчас можно очень хорошо все сделать. Нужно убивать Магнуса как можно быстрее. Отличный Сайленс. Убивает Магнуса. Но Баунти Хантера успевает зарезать Антимаг. Ну вот все. Без Баунти здесь конечно очень тяжело. Лайфстиллер. Неплохо лопит. Забирает Бэйна. Лишрак очень прилично жжется. Бак умирает. Второй раз. Уже без Байбэка. Коттл. Минус. Гем валяется. Гем не подобрать. Гем заберет сейчас АМ наверное. Да. Забирает АМ. Выкладывает ТПшку. Но эти два героя еще и порезать могут. Да. Антимаг сжигает всю ману абсолютно. Но вот Сайлент уже вряд ли куда-то уйдет. Нет. Сайлент пока живет. Манта от Джиггернаута. Джиггернаут передамаживает Лайфстиллера. Тут не может отхилиться от него нормально. Минус Лайфстиллер. Шикарный ульт был от Вигаса. Но его уже не хватило. И даже несмотря на то что Магнус не разулетился. Антимаг с Джиггернаутом слишком сильные. Просто Антимаг с Джиггернаутом порезали всех. Помните я вам говорил про цистерны с бензином. И то что. Баунти Хантер должен ими жонглировать. Очень аккуратно. Чтобы не умереть. Видели сколько он в драке жил? Две секунды. Потому что его нашел Антимаг. И Антимагу потребовалось две секунды. Чтобы убить фулового Баунти Хантера без БКВ. Потому что летали куча магического урона. Потому что Антимаг наносит кучу дополнительного урона. Со своей вот этой вот пассивки Манобрейк. Нет, ну то что Антимаг и Джиггернаут в одном пике. Это вообще не стоит этому как бы удивляться. Ничего такого нет. Джиггернаут вполне заходит как такой вот трипл в харде фармящий. То же самое можно сказать о Лайфстиллере. И на мой взгляд это наиболее эффективное применение данных героев. Я все жду, когда вот ВП откажутся целиком от Кэри Лайфстиллера. Не знаю, он как-то вообще... Он либо хорош, когда он соло стоит на линии. И при этом ты берешь какого-нибудь вот на триплу фармилу. В хард. Либо он хорош в трипле. Но совершенно не так, как его использует ВП. Во всяком случае, об этом говорит мне тенденция китайской доты. Ой, как шикарно сыграл Бэйн сейчас. Но пак сыграл еще лучше. БКБ от Магнуса, но ультат все равно нет. Баунти убегает. Очень мало ХП у него остается. Антимаг продолжает резать. Мека замедло на антимага. Лешрак кидает стан. Не попадает. Пятнадцатый стан уже, по-моему, не попадает. Лешрак. И Джиггернаут омни слэш сейчас будет. Ой-ой-ой. Нет. Нет, антимаг уходит. Получает демаг с ульты. Живет. Отличный дисрапшн. Чтобы демаг с Тосиком и Джиггернаута не прошел. Ну и в итоге Джиггернаут не стал ультовать. Решил, что... Ну и он нафиг. Решили отступить игроки к Айпе. Ну вот так вот. Такая пацифистская драка. Никто не умер. Сдается мне, что в команды записались пацифисты. Ну очень здорово все сделал и Вигас. Там и правильное решение принял Бэйн. Хватая именно баунти. Тут же его законтрил Пак. Хорошая, красивая игра была. К сожалению, Эмпайр, она уже вряд ли поможет в этой игре. Счет 20-20. Но преимущество к Айпе уже и по контролю карты, и по пику. Вот он, Башар. Отличный ульт в лайфстиллера без маны. Под рейджом. Энви просто зверствует. Некорректная игра от Магнуса. Ну, Магнус так на удачку хотел отвести баунти. Баунти собирается в такого у нас... Скажи нет БКБ. Просто кирасы. Дезоляторы. Просто много урона. Ну действительно, кто-то же должен наносить урон. Антимаг крипит всю карту, контролирует абсолютно все. У него 5300. Можно купить Эбисал. Кстати, наверное, за Эбисалом он и пойдет. Тем временем, Вигас. Вигас спалился. Смотрите, какой прочный Магнус. То, что его иллюзию не может убить, Эбисал покупает Антимаг. Ну и сейчас, скорее всего, будет атака от команды Каипи. Смоук. Но этот смоук видели, по-моему. Антимаг такой смелый вообще. Что делает? Ульт. Неплохой. Но ульт. Ну, поймали пака. Хорошо. Реверс Полярити входит в одного. Только лишь рака. Нет. Попадает еще туда же. Blow your brain. Ульт на Антимага. Неплохо. Вигас. Монолик. Джиггернаут забирает лайфстилера. Омни слэшем. Большие проблемы у Вигаса. Дает Сало, уйдет. Да, уходит Вигас. Но Антимаг с Джиггернаутом не простили лайфстилера. И баунди, соответственно. Байбэк от лайфстилера. Г1 Лига проклята. Вот просто проклята. Он еще не успел начаться этот турнир. Его основная стадия. Азиатская квалификация мне очень понравилась. Но европейская. Вчера у нас был день лагов. Сегодня Эмпайр начинает с того, что проигрывает Каипи. Пока что еще не проиграли. Но уверенно идут к этому в первой игре. Не, это конечно будет. Я напоминаю, что Best of 3, но проигравший в этом Best of 3 покидает квалификацию. Совсем. Кстати, у Антимага сейчас Эбисал откатит. Не знаю, в курсе ли я про это пак. В курсе. Вовремя ушел. Доли секунды еще, Антимаг бы его застанет. Застанил. Использовал бы манту. Нанес бы 3-4 удара. И ультанул. На этом бы пак закончился в этой игре. Но пока что есть еще шансы. Но понятное дело, что там Аегис. А там, по-моему, уже третий Рошан. Сыр у кого-то должен быть. Или это второй еще только был. Нет, второй Рошан. Третьего не было. Это я, пожалуй, опережаю события. Антимаг. 386 крипов. Неплохой крипстат для 39-й минуты. Ну, он очень неплохой в сравнении со всеми остальными игроками на карте. 156 лайфстилер. Антимаг, конечно, зафармил очень много. И догнать его... И, что самое главное, у него динамика очень жесткая. Эбисал лайфстилера разбивает. Ульт. Все в антимага. Юзай все в антимага. Магнус! Ой-ой-ой, вот это ульта! И антимаг просто вырезает всю команду. Какое комбо! Сплэш от Батлфури, сплэш от ульта, сплэш от Магнуса. Ну, это просто жесть. Шикарная игра от Каипи. Мне это... У меня реально дежавю с третьей игрой вчерашней. Virtus.pro против Maus. Очень похоже. Тоже вот этот Магнус, который просто решает драки. Ну что ж, 1-0. Каипи повели очень неожиданно. И уйдем на небольшую паузу после этой игры. После чего... Продолжим. Продолжим второй игрой. Надеюсь, Empire покажет нам что-то поинтереснее. Вомба-комба. Да. Оно самое. Вот оно. То, о чем говорят часто англоязычные кастеры. Это словосочетание. В чем проблема? Empire никогда не выигрывали ничего крупного. Ну, привет. Уж в онлайне-то они повыигрывали достаточно всего крупного.